На Кургане На обрыве над Волгой в ожидании парома сидели в кругу несколько бойцов. Напивали последний бочонок вина. Вспоминали походы и битвы. Вспоминали добрым словом сумасбродного ваташка Ивана Черноярва. Да, вчудили. Искренню вывернулся у Максима вздох. Удалая голова перестала баловать. Приподымем, братцы, наш чарки. Да помянем казака. Как же так получается? Воем огласила полярную тьму. Комиссаров моих под конвоем по этапу ведут в Колыму. Как же так получается? Жаром до травы растопила снега. Справедливость моих комиссаров от погибели на два шага. Как же так получается? Рано на рассвете прицельным огнем в комиссаров стреляют. Рано остается на сердце моем. Лобовые встречая удары в рукопашном открытом бою. Комиссары мои, комиссары, проглядели погибель свою. 17 сентября 1899 года в семье самарского крючника Ивана Николаевича Качкурова и его жены Федоры Кирсановны родился сын Николай. Жили Качкуровы на монастырском подворье, в подвале. Иван Николаевич вначале работал на хозяина постоялого двора, возил мешки с зерном от элеватора на пристань и на железнодорожную станцию. А потом обзавелся собственной пролеткой. Правда, денег в семье от этого не прибавилось. Жили в проголодь, перебивались с копейки на копейку. Один за другим в семье рождались и умирали дети. В живых остался только Николай, да еще один его брат Василий. Окончив двухклассное городское училище, Николай попал в рыбачью артель. И два года весной и летом ходил с ней по Волге. В 16-м работал на трубочном заводе. А в 17-м в Самаро пришла весть о революции. Первый митинг собрался в театре «Олимп». Это было незабываемое зрелище. На сцену один за другим поднимались представители профсоюзов, фабрик и воинских частей. Единодушно требовали освободить политических заключенных. Стоя, без шапок, сбиваясь, но с величайшим воодушевлением пели Марсельезу, Варшавянку и Вы, жертвую, пали в борьбе роковой. В марте 1917-го Николай Качкуров вступил в партию большевиков и начал работать в газете «Приволжская правда». В редакции ему доверяли техническую работу. Иногда давали держать корректуру. Пробовал писать и он сам. И даже задумал пьесу о жизни рабочей слободки «Разрыв трава». Осенью 1917-го страну колотила лихорадка, которая должна была чем-то разрешиться. И она разрешилась. В ночь с 26-го на 27-е октября в театре цирки «Олимп» была провозглашена советская власть. Николай Качкуров тоже был на этом общегородском митинге в театре «Олимп». А когда он окончился, утром 27-го на крыльце театра «Олимп» дождался своих товарищей с Трубочного, обнял их и сказал «Поздравляю вас, товарищи! Поздравляю с первым в нашей жизни праздником!» В ноябре 1917-го по призыву Самарского губкома Николай Качкуров записался бойцом в отряд Красной гвардии. А в конце декабря был направлен на Западный фронт агитировать солдат за прекращение войны. На другой день я был готов в поход. Красногвардейская шинель, домашняя шапка и дырявые валенки. Вокзал, теплушка, солдатня, мешочники. В вагон-теплушку набилось полно пассажиров. Однако ж, несмотря на это, на каждой станции к нам просились и лезли сотни людей. Многих сталкивали обратно, под колеса уже бегущего поезда. Некоторые счастливцы оставались и минут через пять уже заводили дружеские беседы с теми, кто их сталкивал. Кругом кипели споры. Эй, хе-хе, дожили. Времена наступили, нечего сказать. Погибает Россия, а никто и в ус не дует. И, милый, не беспокойся. За наш, то есть Россию, не сумлевайся. Она вывернется. С приближением лета 1918-го Самара опять забыла про покой и сон. Одни с радостью, другие с тревогой ждали приближения чехов. Кто-то злорадно втирал руки, кто-то готовился к бегству. Ни минуты не раздумывая, Николай Качкуров записался в боевую дружину и принял участие в решающем бою за Самару, который состоялся у села Лепеги 4 июня. Боевая дружина была выслана навстречу приближающимся отрядам неприятеля. Прибыв к месту назначения, вырыли две линии окопов и стали ждать наступающих с Волги чехов. Те подошли и ударили в штыки. Необученные дружинники побросали оружие и ударились в бегство. Не побежал только отряд моряков, к которому примкнула небольшая группа дружинников, среди которых находился и Николай Качкуров. Обороняющиеся залегли у железнодорожной насыпи и больше часа сдерживали натиск численно превосходящего их неприятеля. Моряки дрались, как львы, и уцелели только единицы из них. Вечером того же дня те, кому удалось скрыться, добрались до Самары. Здесь они соединились с войсками самарского гарнизона и попытались отстоять город. Но 8 июня Самара была сдана. Николай Качкуров во время артобстрела был ранен осколком Шрапнели. В больнице Качкурову сделали перевязку, а вскоре нагрянули чехи. Офицер с солдатами обходил палаты. Искали раненых, которых выводили во двор и здесь же расстреливали. Когда подошли к Николаю, он сказал, что болен малярией. Офицер приказал засучить рукава и закатать штанины. Но у кальсон, которые были на нем, был узкий манжет, который не поднялся через колено. Поэтому забинтованную ногу офицер не увидел. А вечером того же дня Николай вылез через окно, сел в закрытую пролетку и уехал из Самары на Красную Глинку. 1922-23 годы. Фурманов, Лебединский, Жаров, Голодный, Безыминский, Дрогойченко, Артем Веселый только еще брались за перо и пробовали свои силы. Бурные собрания на воздвиженке, споры за полночь вокруг Чапаева, рек Огненных, стихов и поэм. Горячие, молодые споры. Мы росли не по дням, а по часам. Под нашим общим энергичным нажимом родился журнал «Октябрь». Мы понесли туда свои лучшие работы. С марта 1922 года Николай Качкуров был матросом Черноморского флота. А в августе подал заявление о зачислении его в Московский литературно-художественный институт. Прошу принять меня в студенты Института художественного слова. Член РКП с марта 1917-го. Литературный стаж, пьеса и рассказ в Красной Нове. И мелкие рассказы по провинциальным журналам. В графе «Образование» абитуриент Качкуров напишет «Низшее». Потом подумает и добавит. И самообразование. На вступительных экзаменах он совершенно не справился с заданиями по математике. Были о грехе и по русскому языку. Когда спросили Брюсова, руководившего институтом, как быть, он сказал ничего, он и без математики станет хорошим писателем. Так сын самарского ломового извозчика Николай Качкуров стал слушателем Института художественного слова. Впрочем, ни Николаем, ни Качкуровым в это время он уже не был. А был Артемом Веселым. Под этим именем он печатался в «Правде», в «Рабочей газете», в «Самарской коммуне». Литературная работа захватила его целиком и мешала получению образования. Но зато давала колоссальный писательский опыт. Института веселый не кончил. Но писателем стал настоящим, большим писателем. Реки огненные, дикое сердце, Россия кровью умытая, гуляй, Волга, тысячные тиражи, издания, переиздания, известность и даже громкая слава, о которой и подумать не мог окончивший Самарское двухклассное городское училище сын Крючника Николай Качкуров. Перед вами уникальные фотографии, на которых запечатлен приезд Артема Веселого в Самару в 1934 году. Санаторий Водников. Встреча с самарскими писателями и читателями. Читка произведений. Вопросы. Снимок на память. Внимание! Птичка. Василий Алферов, Петр Филатов, Арсений Рудько. Троепольский. Он же старик. Так, Возняк, Лев Правдин, Саватеев, Куликовский. Те, кто уже печатается, и те, кто еще только делает первые шаги в литературу. Литературный молодняк. Все рады. Всем лестно быть рядом с ним, тем самым Артемом Веселым. Пройдет совсем немного времени, и все изменится. И одни из них будут в панике уничтожать подаренные им книги и фотографии, а другие пойдут по его пути. Летом 37-го Артем Веселый, страстно любивший Волгу, взял дочерей Гайру и Фанту и отправился с ними в путешествие. Вначале приехали в Уфу. Купили у Бакенщика лодку и начали сплавляться по белой. Когда подошли к Стерлитамаку, остановились. Артем ушел в город, а вернулся мрачный. Тухачевского расстреляли. 10 июля проплыли Жигули. На этот раз миновали Самару, даже не выходя, чтобы побывать на базаре. В конце августа подошли к Астрахани, где подарили лодку мужику, который помог донести вещи до перрона. Когда поезд подходил к Москве, Веселый сел на лавку напротив дочерей и сказал им, ну вот что, девчонки, что бы со мной ни случилось, не думайте обо мне плохо. В конце октября с писателя Артема Веселого взяли подписку о невыезде. А вскоре за ним пришли. Было 4 часа утра. Но к нему бросились так, как будто бы были уверены, что он окажет сопротивление. Вывернули карманы. Возле Веселого встал солдат. Начался обыск. А опомнились домашние только тогда, когда бухнула дверь внизу, в парадном. Закрываясь за теми, кто увозил Артема Веселого на Лубянку. По официальной версии, Артем Веселый умер в заключении 2 декабря 1939 года. Во всяком случае, именно так утверждает справка, выданная родственникам годы спустя. Но, как стало известно им тоже далеко не сразу, жизнь Веселого оборвалась раньше. 8 апреля 1938 года он был расстрелян и похоронен в общей могиле возле совхоза коммунарка под Москвой. Остается на сердце народа неизбывного горя печать, но хлебнувшая правды природа не умеет, не может молчать. С вами был Михаил Перепелкин.